вот здесь и второе есть все да всем привет это дачный ответ я илья западенец а это наши герои лилия микаэль и кристина и по совместительству поклонники дачного ответа поклонники нашей телепрограммы каждый выходной смотрите да и в субботу и воскресенье мама назовет мы садимся и смотрим помогите ладно в общем мы к вам приехали очень рады встречи обязательно поближе познакомимся белка мы уже помогли да да время помочь хозяйке сегодня из этих маленьких помещений сделаем для лилии мастер спальню добавим огня розового золота персикового пуха и женственности дача семьи романовых захарян круглый год место притяжения а душа компании тут конечно и лет собирает вокруг себя всех от мала до велика давай давай мертине тени тени отпускай практически каждый выходные мы приезжаем сюда и устраиваем себе вот такой небольшой праздник сын лилии микаэл в кругу близких главный специалист по шашлыку у него даже свой рецепт маринада есть которым он охотно делится это майонез горчица из приправ это сладкая паприка карри но мой секретный ингредиент который всегда добавляю это мед благодаря меду мясо покрывается такой немного сладковатой золотистой корочкой и придает такой особенный вкус ну а женская половина семьи всегда может угостить крепким кофе и фирменной долмой ее рецепт передается из поколения в поколение меня особо никто не учил но мама часто готовила дома я смотрел а потом берешь и делаешь застолье у героев не просто дегустация вынос блюд часто превращается в танец армянские песни тут всегда звучат тратиции гостеприимства в этом доме заложили родители лили да и строили они его с большой любовью отец героини был краснодеревщиком все межкомнатные двери лестница на второй этаж и паркет с декоративной раскладкой сделаны его руками в гараже где когда-то была мастерская до сих пор хранятся раритетные инструменты вот такой рубаночек класс мне это нравится ты ощущаешь присутствие своих родителей в этом дом я хочу вот это все сохранить обязательно чтоб и дети помнили и дети потом помнили вспоминали меня был очень веселый папа сама лилия экономист в теплое время года живет на даче и потихоньку переделывает дом под себя раньше здесь было маленькое окошечко и все было стеночка темно никакого вида мы не видели задний двор хотя вот эта сторона солнечная когда я делала крышу придумала сама когда ты демонтируешь все такой вид открылся что его закрыть просто было невозможно эти комнаты что там здесь спальня чьи это микаэлла это кристина мебель вся вывезена все уже готово к ремонту но не к нашему дарим не к вашему сожалению но зато какое счастье что мы ту часть конечно такая спаленка я здесь ночую ну здесь минимум можно сказать ничего нет даже телефон ты не можешь зарядить а здесь даже здесь розетка не знаю советские стандарты наверно видите или уж одна розетка на всю комнату но зато окна уже поменяли поменяли окна поменяли все дубы систему отопления соседней комнате соседней комнате тоже дети ночуют вот остается тут вот вещь только кровать что вообще хочется какой жизни хочется на втором этаже какой для себя жизни хочется вот чтобы я могла в этой комнате не просто прийти лечь спать да я хочу чтобы я могла принять душ например зона какая-то может быть да посидеть пообщаться с кем-то ну кровать понятно гардероб хочу много вещей ну здесь нет по воде да да а какие цвета вы любите я не могу сейчас сказать я вот готова к любому цвету так вы диана блашова знаете далее я его обожаю я не просто знаю я его обожаю мне очень грустно ваш праздник прекращать но нам уже нужно ремонт начинают начинать поэтому давайте мы их проводим и вас тоже проводим давайте будем прощать будем прощать вращать все ну да но до встречи конце программы увидимся до обязательно диана по твоему проекту нам нужно перекроить почти весь второй этаж для чего нам это делать но это рационально смотри сейчас здесь четыре маленьких спальни и маленький неудобный туалет даже без душа да ливи здесь собирается жить у нее никогда в жизни не было большой спальни она сказала зачем ей нужно эти вот комнатенки если из этого можно сделать одну роскошную спальню и две для детей поменьше я хочу здесь построить большой санузел вот так вот до этой двери поставить стенку здесь мы расширяем вот этот по сути да здесь сейчас просто армитаз умещается а когда мы это расширим на фоне остекления будет стоять шикарная отдельно стоящая ванна здесь поместится все и умывальник это все будет при этом выглядеть не как вот гигиеническая такая комната а прямо полноценное шикарное помещение но при этом мне хочется сохранить свет который проходит через этот холм вот смотри здесь лили уже сделала остекление и прямо это принципиально изменила и вывела вот этот дом на какой-то другой уровень то жалко это потерять поэтому я в эту стенку хочу сделать тоже есть стекла какой будет спальня спальня будет во-первых просторный я вот хочу чтобы она началась уже отсюда вот здесь будет стеночка и дверь я хочу использовать вот эту потому что эту дверь и сделал лилин отец но она хорошая она хорошая массив качество и все такое и к тому же она будет сочетаться с другими дверьми холли отличное решение но с планировкой ясно что по настроению все должно быть уютно красиво и с любовью к себе с любовью к себе прежде всего это будет выражено в просторе что ты не в комнатеночке будешь лежать а царственно будет большой шкаф вот так вот я хочу от стены до стены прям царь она сможет там развешивать свою одежду просто как в бутике по цвету вот здесь я хочу поставить комод и я хочу этот комод делать из этой кровати она сделана отцом лили красиво он коллекционировал фотографии антикварной мебели может там достать коробочку я смогу хранил это всю жизнь свою это вдохновение его до вдохновлялся и мы тоже этим можем вдохновиться изготовим какой-то что-то вот по этим мотивам смотри видишь она как одно с другим хорошо бьется будет шикарный комод там бы стоять кровать но когда мы снесем эту стенку конечно здесь еще будет балконная дверь будет проходить свет и будет камин камин да можно будет на крестница присесть на огонь посмотреть вдохновиться напитаться силами энергии будет очень уютно и мне кажется что качество жизни самой изменится дачный ответ взялся обустроить мастер спальню две смежные комнаты и кладовку уже объединили под ванную заберем часть холла поэтому паркет тут сняли сейчас вместе с дианой балашовой и распорядителем строительных работы александром кудриным обсудим конструктивные нюансы и честно говоря думали что в основе стен металлический каркас оказался брус этот брус что-то держит вот получается зусловно балочка безусловно балки у нас идут вот в этом направлении наверняка они где-нибудь еще срощены а здесь от разве есть балка да вот она вот сбоку если посмотрите где она там видно это какая-то рейка не балка не там 150 брус просто мы пока не видим там зашит там еще пенопласт лежит в качестве утеплителя вот я тут собиралась сделать единое пространство что не будет его мы можем здесь завести на потолок балку которая собственно гривы будет держать но нам тогда придется поставить по краям две стойки дополнительно крайне стойки это брус или лвл вот героиня у нас так гордилась своими новыми окнами тут качественные стеклопакеты да окна вообще в хорошем состоянии да ну что у них с размером можно было по не менять но менять будем саш ну менять понятно что будем тем более так понимаю что мы режем вниз оконный проем я бы конечно и вверх разрезала но ты говоришь что нельзя не получится вот мы видим уже там сбита штукатурка мы видим эту перемычку поэтому здесь все то же самое ну и вот тут у меня по проекту вот здесь вот находится такая большая балконная дверь а здесь все будет камин получится у меня можно здесь мне будет сделать проем но так где бы еще где бы еще проем сделать приступаем к замене стоек так все-таки хорошо работать на дачном ответе погода природа да безусловно пока ломают стены рушат потолки можно здесь собственно говоря постоять и выбрать все что необходимо нам для нашего проекта у нас следующий этап это электрика ну поскольку наших героев было совсем мало розеток с каждой комнате я так понимаю было по одной а нашим проекту как бы количество розеток увеличим плюс ко всему у нас будет закарнизная подсветка естественно придется перебросить кабель для того чтобы все это подсоединить соответственно новый щиток да новый щиток но мы не будем ставить его в нашем проекте мы поставим его коридоре всю нашу электрику мы закажем в петровича кабель гофрированную трубу щиток берите встроенный и вот нам еще предлагают сопутствующие товары только ничего не забудьте нет нет вот еще дополнительно можно взять узор еще один автомат вот они нам тоже вполне подходит все доставить через четыре часа здорово а пока займемся полом полиэтилен стелем для гидроизоляции маячки ставим по уровню состав быстро твердеющий выравнивается он сам остается только выгнать пузырьки воздуха трубы для горячей холодной воды мы выбрали немецкие металлопластиковые прослужат они 50 лет надежное соединение обеспечит устойчивой коррозии бронзовые фитинги выходим встречать машину с нашим заказом водитель не заставил себя ждать стройматериалы в кузове доехали с комфортом одни в коробках другие в защитной пленке забираем все и возвращаемся в дом в ванну сделаем два входа один из общего холла второй из спальни героини также прорезали выход на балкон в импровизированную ванну заливаем антисептик bio это защита от гниения плесени и жучков древоточицев при этом древесина с ним продолжит дышать и сохранит все свои свойства на очереди потолок деревянные балки обработаем комплексным средством сениш огни биопров состав убережет от возгорания распространение пламени и других неприятностей потолочный каркас собираем с помощью лазерного нивелира внутрь закладываем плиты каменной ваты они экологичные пожаробезопасные монтируются быстро и без лишней пыли закрываем пароизоляции прежние окна и радиаторы убрали проемы опускаем ставим окна в спальне они двустворчатые с фигурными штатиками были окна до сих пор вот видишь насколько они у нас удлинили да на одну треть больше света попадает теперь в спальню ну роскошь ну красота а слушай алилик говорила у меня такие окна хорошие только что поставила вот личка какие должны быть окна в ванной комнате оформление тоже но створок 3 стеклопакеты двухкамерные фурнитура везде под латунь монтируем балконную дверь профиль как у остальных окон надежной пятикамерной снаружи белый внутри палево-коричневого оттенка заглушка антипыль зеленого цвета упростит уход диана получается новую дверь мы прорубили на юго-восток солнце встает оттуда то есть по сути это теперь солнечная сторона солнце будет попадать через эту дверь слушай это такой был счастливый момент когда вот в этом чуланчике который был на этом месте я увидела что есть такой непонятный проемчик заклеенные обоями маленькая такая дверца и спрашиваю строители а может вообще сделать нормальное окно дверь на балкон здесь можно прорубить они говорят да давай прорубим и вот представляешь я так рада я тоже вообще за стеклянные стены знаешь ли за большее количество естественного свет в помещении дверь от компании мелки сделана дверь и окна по технологии коэкс внешний слой из нового пластика внутренний слой из переработанного пвх и сочетание они создают очень надежную конструкцию окна прослужит долго нашим героем вот еще ты знаешь их сразу можно отличить по необычной форме профиля видишь какая наша скругленная да это новинка чем уже профиль тем больше само стекло красиво чашечкой кофе вот так выходишь облокотился и смотришь на свои владения лучше вот здесь надо галтензии посадить ну все просыпается в тебе вот эти уже пора-пора да белка бежит смотри ой красиво по забору ушла на дереве на дереве вон она дереве класс белка будет радовать глаз а этот энергичный желтый миньон поможет навести на дачу порядок строительный пылесос керхер vd 4 мощный но энергии тратит мало одновременно собирают сухой и влажный мусор замены фильтра во время уборки не требует благодаря функции выдувания грязь удаляет даже из труднодоступных мест все насадки у него хранятся на корпусе продолжаем стройку потолок зашьем влагостойкой фанерой на проект она приехала из сыктывкара обшивкой для стен послужат гипсо стружечные плиты пиши лань с их помощью чуть нарастим толщину под синевой профиль и заодно выровняем материал экологичный обладает хорошей тепло и звукоизоляции кроме того очень прочный каждая плита на одном саморезе выдержит до 75 килограммов веса фанеру на потолке закрываем влагостойким гипсокартоном швы зашпаклевали все поверхности перед отделкой разгладим финишной шпаклевкой или силк она обеспечивает идеальную белизну усадка после высыхания исключена пора переходить к оформлению потолка художник-декоратор кристина елизарова его уже обеспылила загрунтовала и сейчас наносит клей теперь один за одним накладывает листики потали в конце закрепим их лаком постепенно у нас рождается мерцающее полотно процесс завораживает автор проекта диана балашова не может не присоединиться вот это задумала ради того чтобы потом вот эти снимать излишки главное зажмурится это не натуральный металл это пластик с пигментом который может быть совершенно разного цвета и здесь у нас как раз розовое золото роскошно будет хорошо тушуется ломается крошится и если вдруг где-то пораним легко отреставрируем у меня тут же проблема в том что потолок очень низкий вот я же его вообще достаю посмотрите я могу без табурета вообще здесь это все смачивать и у меня тут задумано что отражение какое-то будет я что-то еще подсветка по периметру потолок будет казаться выше а сколько денег ушло вообще на материалы около 20 тысяч рублей на вот такую роскошь да на 30 квадратных метров но ваша работа бесценна кристина это эксклюзив от поэзии переходим к прозе в ванной начинается укладка теплого пола нагревательные мата толщиной всего 3 целых восемь десятых миллиметров российского производства гарантия на них 20 лет сверху идет слой пескоцементной стяжки монтируем инсталляцию для подвесного унитаза вокруг собираем металлокаркас зашиваем гипсокартоном у окна соорудим подиум чтобы спрятать коммуникации а также подготовить площадку для ванной и душа в качестве настила взяли фанеру повышенной влагостойкости сверху положим листы гвл теперь наносим щедрый слой гидроизоляционной мастики специальная манжета не позволит влаге проникнуть по краям душевого профиля новый распределительный щит с автоматами размещаем при входе в спальню на уровне глаз дотянуться до него не составит труда плиточный клей не пылит работать с ним можно в законченном интерьере состав основит граниплекс прочный идеально подходит для крупного керамогранита как у нас этот итальянский из коллекции вон дерласт напоминает причудливый срез мрамора им украсили камин и часть поверхности в ванной подиум и оставшиеся стены облицуем испанскими плитами благородного серого оттенка из серии манхэттен для пола в том числе теплого выбрали кварцевый паркет покрытие прочная и водостойкая между спальни и ванной ляжет без порогов укладка идет палубным способом на подложку цвет дуб хельсинки из коллекции классик теперь идем на лестницу ее обновлением герои займутся сами нас же интересует инкрустированный модуль который сделал отец хозяйки диана задумала превратить его в панно по каждой флажке по одному по два по три гвозья что-то я не вижу тут гвоздей они не насквозь что ли нет он внутри в паз забивается а вы заметили да 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 если мы ее демонтируем и разрушаем я вообще думала что это счетовой паркет и что нужно вместе вот с основой основу он упирается вот у нас если мы ее убираем то у нас убирается на стройке без лестнице не обойтись поэтому наш вариант добротная копия я еду в клин на производство моего друга ивана мельхова и он обещал мне помочь они там делают паркет справляются сложными задачами так что думаю и с моей инкрустации тоже справятся в кляну диана впервые так что сначала маленькая экскурсия привет 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 встречу иван мельхов назначил у исторического фонтана это сейчас не оригинал это копия оригинал кировеческого музея потому что статуи в 90-е годы пытались неоднократно своровать ну конечно такая статуя дома посмотрелось бы отлично да и по диванам и комодам тут же рядом старинные торговые ряды они сегодня служат по назначению старое новое в кляну вообще отлично уживается посреди современных построек аккуратно примастился деревянный дом аркадия гайдара смотри там какая кроватка я в детстве очень любила тимурова команда мне на очень хотелось тоже помогать бабушкам и звезду рисовать на заворе ну да это такое советский робин гуд может быть поэтому дизайнером стала знаешь люблю добро причинять а теперь можно и на паркетную мануфактуру отправляться производство семейное ему больше двадцати лет сейчас делами заправляют иван и его сестра марина а вообще в лесной отрасли у мельховых уже 5 поколение трудится мы бы хотели чтобы и наши дети тоже продолжили это дело потому что это больше чем просто бизнес это уже семейная традиция традиции мельховы умело совмещают с технологиями что происходит вообще это увлажнение это у тебя какие-то заработали это форсунки они увлажняют чтобы древесина равномерно высыхала чтобы не было пересушки меньше трещин она хранится при определенных условиях наше панно товар штучный потребуется много ручного труда сейчас пойдем модуль собирать можно я тоже с вами конечно сборка будет по принципу мозаики а вот это что такое изначальной стадии перламутра до шлифовки то есть чего мы будем делать вставка да вот такие вот детальки у нас получать о богатые на дыше какое волшебство перламутра засияет в финале а пока саму звезду соберем тань когда я вам не мешаю вас намного лучше получается но я тут неделю потренируюсь я тоже смогу тань как вы за неделю нет схем это разные надо понимание схем но придет же со временем все приходит дуб дополнили вставками из американского ореха сейчас панно лежит вверх тормашками чтобы легче было посадить его на основу склеивать будем с фанерой а потом отправим под пресс а мы пока посмотрим похожие образцы есть с инкрустацией ценными породами дерева а есть с перламутром такой вариант марки 3 раньше был довольно редок вот этот бар сделал французский мебельщик жюль лё лё его работа стоит вообще безумные деньги сейчас самая маленькая тумбочка 10 тысяч евро и вот он здесь использует цветы с перламутром классно вот сейчас повторить панно который делал отец героини но только уже из качественных материалов и добавить туда богачество и от богачества у меня как раз перламутром будет выражена тем временем наше панно не только побывало под прессом но также прошло шлифовку и обработку лаком осталось добавить главное украшение очень круто все я думаю что лилия будет очень растрогана она девушка у нас эмоциональная и очень любит своего папу войдет и возможно подумает даже что это то самое панно возвращаемся в спальню нашей героини стык стен и потолка оформим фризом из линкрусты этот прочный и гибкий материал из-за льняного масла и древесной муки изобрел в конце 19 века англичанин федерик уолтон по этой же технологии его выпускают до сих пор встретить такую отделку можно и во дворцах и в интерьерах роскошных лайнеров полотно фиксируем на клей для тяжелых обоев швы зашпаклевали теперь красим в белый цвет в проем между комнатой и ванной ставим скрытый короб из анодированного алюминия в шоколадный оттенок его покрасили специально для нашего проекта на фабрике стеклянное полотно непрозрачная сохранит приватность ручку и замок подобрали в тон дверь со стороны холла из той же коллекции графика но в эффектном обрамлении из стеклянных фрамук потолок в ванной тоже позолотим наносим колерованный грунт а на него после высыхания декоративный материал под благородный металл покрытие прочное влаги не боится в той же гамме мы подобрали напольный смеситель из латуни рядом подключаем раковину из литьевого мрамора с круглой вкладкой второй смеситель с душевой лейкой а третий с тропическим душем день точно начнется бодро душевой профиль подрезали до нужного нам размера унитаз мы взяли керамический без ободковый сверху него слегка скругленный корпус из прочного композита крышка опускается плавно и бесшумно панель смыва и гигиенический душ мы подобрали в тон смесителем видное место на подиуме занимает ванна как и раковина она в модном оттенке персиковый пух оба предмета из коллекции разработанные в дизайн бюро итальянца маурицо мансони но производит такие у нас в белгороде ну как тебе это не ванная комната это декоративная комната ванна и знаешь вот они гигиеническое такое помещение а женская прекрасная такая зона я так хотела поставить ванну вода окно но конечно не без последствий вот чтобы поставить так ванну нам же нужно было что подвести канализацию а ей нужен уклон соответственно появляется подиум и ванна так вот высоковато немножко но вот если бы для меня там да то нормально я бы все равно был вот сюда легко лили роста меня поменьше не знаю надеюсь приспособиться ладу будет ли ее до может какой-нибудь аккуратно табуреточку раз и ты там уже ну вот посмотрим как это все будет эта модель она называется нинфея это водная лилия и вот на ее лепестках или сможет поставить свою косметику шампуни там какие-то скрабы маски телефон и вот у нас будет лилия в лилии окна открываются настолько на проветривание да место не так много да но это ж не балконная дверь нечего там гулять можно выйти через те окна сюда прийти два раза в году там помыть это окошко снаружи красиво красиво потом у нас так это разумно спланировано что запинаться тут спотыкаться не придется точно да тут есть как бы полная определенность и получается что благодаря такому подиуму у нас нет никакого отдельного поддона он просто из керамогранита сделан и там просто такой вот аккуратный травм модные щелевой травм сейчас вот такие нужно обязательно ставить мы тут сделали два душа тропический душ и ручной и смотри какие красивые смесители на них сделана такая диагональная гравировка но ты лучше посмотри на самое уютное место здесь просто надо это примерить трон подвесной унитаз как ты тут сидишь уютно как бы в нише да очень комфортно при этом то смотришь в окошко вместо телефонной газеты здесь же мы тоже видим золотистые детали спиди покрытием кнопки смыва очень красивый геометричный гигиенический душ с магнитным клапаном как только душ встает на место срабатывает магнит и прикрывает автоматически воду это очень-то эти важная функция то что люди часто оставляют вот этот рычаг поднят так что здесь все высокого качества вся сантехника почти не нужно ни о чем думать просто лежи в ванной наслаждайся этой жизни dolce vita дачный ответ продолжает переделку мастер спальни стены в ней оформим архитектурным текстилем сначала устанавливаем закладные под плинтус и радиатор ткань подкладку заправляем в металлический профиль поглощать лишние звуки будет акустическая мембрана фиксируем ее на аэрозольный клей в качестве внешнего слоя выбрали плотный сатин из коллекции селебрити также натягиваем и расправляем не сразу заметишь даже да что это не покраска если вдруг запачкаются такие стены что с этим делать химчистка а если что-то повредится то перетянуть вот этот кусочек стены займет не знаю там два часа выше мы видим какую-то красоту неземную такая благородная разновидность обоев под покраску там видишь изображен фруктовый сад почему фруктовый сад и в частности гранат мы видим в интерьере гранат это же общеизвестный такой армянский национальный символ символ семьи когда у тебя за одной как бы шкурка и много-много зернышек потолок левитирует он отделен от стены теневым профилем и покрыт поталью и вот таким решила сделать сияющим и вот этот потолок это сейчас в общем мой любимый элемент в этом интерьере какая тонкая работа полу нас к слову нейтральный да как и цвет стен это кварц паркет ты знаешь я впервые использую такой материал и как-то у меня были какие-то сомнения на первых порах но смотри как это сделано кварц находится под деревом видим мы исключительно дерево и ощущение что это настоящая доска из массива то же время можно и в ванной комнате воду на это только единственное мы не выложили с тобой английской елкой пол как это на втором этаже сделано у наших героев почему знаешь у нас тоже столько здесь всего что мне кажется елку вы уже таком-то не выдержал но хорошо но как-то выдержала керамогранит но было очень важно вот этот вот принт использовать понимаешь когда богатый красивый интерьер все-таки без мраморных вот этих вот рисунков не обойтись вообще просто кусок скалы мы таким же керамогранитом оформили участок в санузле объединив тем самым два пространства и поставили туда очень красивые двери для меня было очень важно что можно было выбрать дверь со стеклом чтобы проходила свет то же время человека там не видно этим санузлом можно будет пользоваться через эту дверь или через дверь спальни действительно двери софи переобразили пространство ну и большое обилие стекла это не проблема это безопасно потому что она триплекс защитная пленка между двумя стеклами удерживает в случае если стекло разобьется на себе все осколки собираем гардеробную систему она займет целую стену все элементы сделаны из ламинированной дсп ламарте в декоре аликанты производит плиту в сыктывкаре а остальные трубчатые радиаторы из серии гармонии приехали к нам из города кимры на производстве их покрасили в тот же оттенок что оконный профиль фасады шкафов с сетчатыми вставками свободная циркуляция воздуха обеспечена возвращаем на место прежнюю дубовую дверь диана ну я не знаю как относиться к этому решению оставить дверь нашей героине все меня отговаривали и редакторы менеджер проекта даже строители я стоял на своем вот двери как бы у нас сентиментальная ценность их сделал отец хозяйки нужно чтобы холли были одинаковые двери и вот оставила сейчас смотрю вокруг все такое гламурное а дверь такая старенькая пусть пока будет как временное решение знаешь это еще благородится здесь еще кондиционер сейчас будет потом наличники это будет поприличнее смотреться ну зато дерево да дерево и по натуральное к тому натуральное дерево здесь у нас тоже деревянные оттенки появились но это буквально рай для лилии да ты знаешь но тут уже эти материалы не натуральные это искусная ротанка вот я принципиально для таких объектов всегда использую искусственный ротанка что более практично с ним ничего не будет и совершенно роскошные ручки удобный хват вертикальными да легко открывать одно удовольствие вообще конечно шкафов мы изрядно заказали скажем конечно какие просторные лилия здесь вольтами там вообще все развешивать раскладывать и получается что лилии спальни будет через свою гардеробную проходить ванную комнату как лучших домах собираем ограждение для душевой профиль выполнен из анодированного алюминия он не боится коррозии специальное покрытие на закаленном стекле предотвратит образование разводов подключаем полотенцесушитель контата с удобными вешалками в комплекте можно регулировать температуру и выставлять нужное время работы розетки и выключатели турецкие в цвете титан серия называется весна для теплого пола предусмотрели программируемый терморегулятор потолочные светильники для ванной накладные в изящных золотистых корпусах диодная лента подчеркнет периметр потолка а также границу подиума и пола подключаем сплит-систему со встроенным аэфди фильтром он улавливает мельчайшие частицы пыли аллергены и обеззараживает воздух менять его не нужно можно чистить самостоятельно хайр джейд это одновременно кондиционер и очиститель воздуха займемся освещением в комнате светодиодную ленту по периметру спрячем в теневой профиль из анодированного алюминия порог и подоконники мы заказали из кварцевого агломерата аварус он не боится воды и не выгорает высокий плинтус из удара прочного полимера его заранее покрасили в белый цвет охранять сон хозяйки доверим двум большим осьминогом эти причудливые подвесы сделали для нас в новосибирске а эти бра с гибкими ножками пригодятся для чтения свою подсветку предусмотрели и в каминной зоне встраиваем электрический очаг серии vision он добавит настроение а в морозные дни еще и согреет диана проконтролирую пожалуйста ровно ли я все повесил но вообще ровненько отличным было решение повторить звезду которую изготовил папа лилия здесь в ее комнате на месте смотри перламутр здесь есть виден почерк дианы и орех американский ага немножко гламура немножко на море немножко социализма красиво 4 элементы которые создают целостность вот это композиции да 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 очень классно что мы здесь поставили камин потому что конечно людям загородном доме хочется чтобы был камин и не хочется с ним возиться помощью пульта можно поменять интенсивность пламени можно поменять цвет золы цвет золы а вот розовый луч что давай так оставим сюда прикольно получилось что у камина ты еще один осветительный прибор здесь в нашей здесь вообще нет люстр потолки низкие перегружать как бы их не хотела и здесь делала много разнообразного цвета только всегда он не потолочен да мы видим строгие геометричные бра которые отражаются от глянцевой поверхности керамогранита и вот такие милые светильники для чтения и у нас еще есть вот такие сумасшедшие кальмары но это осьминоги осьминоги да которые наверное вызовут больше всего дебатов в соцсетях после нашего эфира я с удовольствием в этих дебатах поучаствую они из стали сделаны в какой свет мы не выкрашивали до кузенцов считается самым крутым делать изделия из стали покрыты только лаком понимаешь когда краска то с помощью краски ты можешь скрыть дефекты и то как соединяются между собой элементы там опалены и так далее все это можно замаскировать если ты делаешь изделия просто в сталь и лак то нужно обладать высоким мастерством мы позаботимся климате установили кондиционер кондиционер я попросила установить над входной дверью смотри ширина кондиционера такая как дверного полотна и вместе это такую композицию хорошей составляет это раз во вторых когда кондиционер над дверью то и на кровати соответственно не дует до кондиционер есть датчик присутствия который определяет местоположение людей в комнате и можно направить поток воздуха как на человека так и от него тут уже лилия будет выбирать ну испания это место где все-таки засыпать хочется в тишине поэтому в кондиционер есть режим тихой работы вот мы сейчас с тобой разговариваем он работает а мы совсем его не слышим шторы плиссе для окна в ванной и двери на балкон изготовили под нужный нам размер ткань и свет пропускает и защищает от посторонних глаз большой комод для хранения постельного белья выполнен по эскизу дианы балашовой фасады венчают изящные ручки из цамака в цвете глянцевое золото кровать в проекте царских размеров двести сорок девять сантиметров в длину двести тридцать один в ширину модель называется сардиния обивка изголовья и царги из бархата с принтом в духе итальянского модельера джиролома и тро решетка ортопедическая матрас средней жесткости с блоком независимых пружин в изножье ставим банкетку из массива бука все нужные мелочи героини сможет разместить на круглых тумбах одетых в шпон модель кейс если захочется отдохнуть днем достаточно задернуть плотные шторы ткань с фактурой рогожки идеальная пара камину кресло с высокой спинкой столик луис из керамики и металла какая сочность появляется у нас в проекте нейтральный фон создан да такой ну между тем игривый есть уже яркий град ты знаешь моя подружка оля филимонова она занимается печатью на ткани то есть мы взяли однотонную ткань и вот этот орнамент мы его просто напечатали мне кажется очень прикольным когда современные предметы обтягиваются классическими тканями а классика наоборот очень современными и модными понимаешь смотри какую мы необычную кровать сюда поставили очень удобная модель отличается от обычных то здесь вот есть такая подушка ортопедическое изголовье для того чтобы удобно было прислонившись к спинке читать отдыхать телефончики зависать до принимать завтрак в постель и вот эти и увеличенные как бы говорит и они тоже вот про сиборитство про любовь к себе про гедонизм да да такой такой эгоизм такой да 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 здоровый эгоизм такой знаешь не радикальный что ну конечно у нас где-то здесь есть изголовье в разрезе вот посмотри на чем ты лежишь диана ну основная фишка здесь видимо вот в этой вот ленте эластичной который там находится под слоями вот эти наполнители из-за этого так это все дети пружинят а прежняя кровать лили она тоже здесь вот она вот смотри это изголовье это из ножья тоже это сделал отец лили это причем очень сложная работа в среди какое идеальное маркетри здесь помнишь нас были такие открытки каталог который хранения отец лили я взяла оттуда элементы вот это болячина как на одном из комодов там форма вот этого основания с ножками расставленными слегка тоже оттуда позаимствована здесь вот были отверстия с помощью которых изголовья крепились кровати на эти места мы закрыли ручками все какие ручки богаты очень красивые от компании brass здесь ручки кнопки с подложкой в виде цветка что хорошо сочетается вот как раз с этой частью орнамента а здесь вот такие вот ручки как будто знаешь помада женская здесь она может раскладывать свои вещи бюджетерию свою здесь хранить украшения поставить здесь кувшин с водой там если день ночи захочется водички или что-то такое продолжаем собирать интерьер на прикроватные тумбы ставим лампы с каменными основаниями кровать застелен бельем из мягкого но износостойкого сатина одеяло легкое и теплое внутри гусиный пух саше перекид из бархата в тон стенам завершает убранство ворох подушек разного размера на красных авторский знак дианы балашовой романтичную композицию из веток дикой розы она собрала сама еще несколько деталей и спальня готова встречать хозяйку а Диана, как радостно, что мы из трех помещений сделали одно большое, организовали еще красивый санузел. Это дало тебе простор и возможность здесь не мельчить. – Богатая кровать, огромный комод, шкаф на всю стену. – Кардеробная. – Понимаешь, вот этих вот всех. Тут у меня рабочий уголок, здесь у меня телевизор, вот этого ничего нет. – Не надо этого. – У Лили хороший большой дом, для всего здесь есть свое место. Мой месседж для нее о том, что давайте будем еще больше наслаждаться жизнью, больше любить себя, больше гедонизма. Вот вам для этого все, что я могу. Вот эта шикарная спальня, эта классная ванна. Радуйтесь и наслаждайтесь. – Да, и правда, вот санузел какой красивый получился, полноценный, которым могут пользоваться все жители дома, потому что два входа мы организовали в него. – Да. – И вообще, мне кажется, это один из самых сдержанных проектов Дианы Балашовой в «Удачном ответе». – Ну, конечно, знаешь, скандинавский стиль. – Да, фиги. – Только золотой потолок, да, везде принты восточные. – Угу. – А сменоги. – А сменоги, да. Розовая сантехника. – Знаешь, очень сдержанный проект, просто современная классика в новом прочтении, да-да-да. – Друзья, пересмотрите предыдущие выпуски, вы со мной согласитесь, это правда. У тебя так много проектов, так много работы. Где ты вдохновляешься? – Ну, самое главное вдохновение – это вдохновение в людях, потому что быть дизайнером, не иметь эмпатии – это невозможно. Ну, и другой очень важный фактор – это профессиональные выставки и путешествия. – Где ты последний раз была? – Я съездила в Срановскую область, моя бабушка и дедушка, вообще весь мой род оттуда. Встретилась с родственниками, потом я съездила в село Поповка, это там рядышком, там сохранился совершенно уникальный дом. В 19 веке строили церковь, и художники, которые расписывали эту церковь, остановились в доме старообрядцев. – В избе? – В избе, да. И за свой постой они заплатили тем, что они расписали эту избу. Меня очень вдохновили эти росписи, там, кстати, тоже остатки золота есть. – Выше классно. Ну, то есть выставки, путешествия – это твое вдохновение? – Да. – Все это можно запланировать онлайн. Смотри. В приложении Т-банка в разделе «Город» можно купить билеты на самолет, в кино, на любое мероприятие, забронировать столик в ресторане или записаться в салон красоты. – Классно. – А еще за оплату покупок и услуг кэшбэк получит. – Надо попробовать. – Да. Вот интересно, есть там тур в Поповку? Я бы посмотрел. Как, думаешь, удалось ли тебе портрет Лилии изобразить в интерьере? – Я, конечно, дизайнер с опытом. Надеюсь, что я ее считала правильно, но кто знает, кто знает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова – Сегодня мы переделали мастер-спальню. Наши герои уже у ворот. Здравствуйте! – Здравствуйте! – Здравствуйте! – Наконец-то! – Как же мы соскудились! – Я тоже соскудился. – Это мы сами пекли. – Чизкейк. – Какая красота! – Кристина не только сделала чизкейк, у нее все такие авторские свечи. – Это мое хобби – соевые свечи. – Соевые свечи. – А это, Илюша, подарок для вас. – Посвящение какое-то? – Да. – Вам гранат. – Посвящение в Кавказскую семью. – Посвящение в Кавказскую семью. – Да. – Вы уже член нашей семьи. – Да, для нас уже как родной. – Брат родной, от мамы другой. – Класс! Мне кажется, у меня даже волосы темнее становятся, когда я рядом с вами. – У меня есть теперь какое-то армянское имя. – Ты будешь Илья-Диан. – Илья-Диан. – Как думаете, что скрывается за этими окнами? – За окном ванны. – Ванна? – Да. Представляю себе ванну, где можно было так лечь, расслабиться. Тем более вид красивый на природу. – Ты понял, да? Они все хотят лечь там… – Да. Походу, ты тоже хочешь лечь в этой ванной? – Нет, я люблю и со свечами как раз. – Я не буду претендовать на мамину комнату. – Мне кажется, что Диана все-таки папину звездочку, что-то с папинами работами она сделала. – Сделала, спасибо. – Я на это очень надеюсь. – Готова тогда к буре вот? – Да. – Пойдемте на место за этой бурей. – Ура! – Да. – Ой, Господи! – Ты смотри, какой колбот, Кристи! – Мам, ты сюда смотри. – Ой, какая красота! Камин! – Камин! – Это произведение. – Да, это новая звездочка, еще одна теперь у вас здесь, в вашей доме. – Какая красота! – Ох, какая красота! – Можно вот сидеть теперь у камина вот так вот. – Как мне нравится, конечно. – Посмотри, какой гранат! – Мы как будто зашли в какой-то отель. – Как красиво! – Это какой-то номер люкс где-то. – Да, у нас выход на балкон. – Можете поднять, можете поднять жалюзи. – Ой, как красиво! – Вот с утра просыпается и выходит, и просто мир озаряется ее красотой. – Какой потолок потрясающий! – Потолок. – Какие цвета! Как красиво! – И ты посмотри! – Как мне нравится! – Посмотри, где Дулина работает! – Да и весь! – Ты посмотри, как она сделала, Диана! – А вы помните, да, это изголовье? – Ой, Кали, это бесподобная работа. – К нам в Твери сделали для вас такой комод с вашими орнаментами. – Это великолепное что-то, вообще цены нет ему. – Это что? – Ой, какая красота! – Тут еще что-то есть! – Ой, а здесь окна поменяли все? – Да! – А-а-а! – Окна все новые! – Ох, как красиво! – Открывайте тоже, да, там как бы жизнь. – Ох, какие шторы, вообще все! – Ой, какие красивые окна! – Ой, это гардероб! – Ой, какой класс! – Вообще! – И все, можно сказать, разные! – Ой, ящички какие! – Тут не только для тебя одна. – В смысле? – Как бы да, это не для одного человека спать. – Здрасте! – Какие красивые ротанты! – Вот тебе было шоу, вот она, вот она, вот она моя Диана! – Ой, как красиво! – Какое шикарное это вообще! – Какая работа! – Потрясающе! – И звездочка вообще! – Да? – Как ты угадала, я об этом вообще бы не подумала даже. – Нет, это была бы не Диана Балашоу, если бы она не сделала. – Ванна, не ванна, ладно, смотрим! – Ванна была! – Да ладно! – Ой! – Я не знаю, не верю в себя! – Ой, я не просто душевая! – Ну как это можно было сделать? – Ой, какая была! – Ты помнишь, что было? – Как это? – Как можно было из этого сделать такое? – Ну просто представить сложно. – Ой, какая красота! – У меня вот волшебники работают, мне кажется. – Так, Нуан, я переезжаю. – Ой, какая! – Знаешь, что? – Уже поздно! – Ой, как красиво, мамочки! – Расслабляйся! – Смеситель вообще потрясающий! Господи! Что я сделала в этой жизни, что он мне такой подарил? – Каждый суббот и воскресенье смотрели нашу программу. И вот пришел, что называется, кэшбэк! – Настолько дотронуться до моей души, я не знаю. Меня больше всего, конечно, впечатлил вот этот комод. Замечательная работа, удивительная, конечно, и звездочка. Кровать великолепная просто. И цветовая гамма, и подушечки. Потолок очень красивый. Обои необыкновенные, стены вообще приятные какие. – А эти гранатики, как мы отгадали. Видишь, Илья, привезли гранату. – Да, кстати, в самых даже смелых моих фантазиях вот такого не могло быть просто. Я не представляю, насколько нужно быть талантливым человеком, одаренным, чтобы вот это придумать, так еще и потом воплотить командой. Это потрясающе. – Ну, кстати, розовую ванну я вот неожиданно. – Ну, да. Ванна меня поразила на самом деле больше всего, потому что у окна, ну, представляешь, жалюзи открыть. Вид какой красивый. Огромное спасибо, что сделали возможность еще входа с коридора в ванную. – У меня в реальность возвращает только вот эту дверь, которую оставили. То есть я помню, что это комната. Мы с Микой выходили в последний раз еще до переделки. Так друг на друга смотрим и говорим, вот что можно сделать из этой комнаты, где одна лампочка, шкаф и кровать. Мы безумно счастливы. Я хочу сказать всем – подайте заявку, может, и им повезет так же, как повезло нам. – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok